Эх, домик, ну спасибо большое тебе за то, что служил мне верностью. Теперь пора съезжать отсюда, ведь он уже разваливается конкретно. Я жил в этом доме с самого основания деревни, но жить тут дальше уже страшно, потому что он очень ветхий. Пол проваливается, по нему просто страшно ходить. Крыша сыпется, доски гниют и ветер продувает. Ладно, съеду отсюда на месяца два, пока что вызову сюда бригаду строителей, сделают мне классный ремонт. Заново починят этот дом и я буду снова тут жить прибиваючи. Ура! Так, ну вроде все вещи я собрал, осталось только дверь закрыть, чтобы никто сюда не прошел, кроме меня. А то любят у нас всякие жители по заброшкам шастать, поэтому дверку закрываем и вешаем замочек. Опа! Отлично, замочек установлен, теперь пока идет ремонт в моем доме и никто туда не войдет. Главное ключик не потерять. Фух, все, осталось вынести все мои предметы, переехать и закрыть этот дом. Как же мне успеть все это перенести, я не понимаю. Ладно, еще страшно, для начала эти сундуки бы куда-то деть и кровать. Ладно, хорошо, начнем с кровати, вынесем ее пока что. Че она какая тяжелая? Ну да, ну что, пожалуйста. Эээ, эээ, вы меня, вы меня! Всем привет, ребята, меня зовут Компот, добро пожаловать на мое новенькое видео. Я, наверное, не успел это записать, но... Это че, факел? А, я напугался. Так вот, короче, ребята, я не успел это записать, но я слышал какой-то крик на улице и какой-то грохот. Будто че-то где-то провалилось. Подождите, давайте-ка выйдем. Вроде, хм, вроде все целое. Странно, я подумал, что вот этот дом упал. Короче, такой жесткий грохот был, вы просто не можете себе представить такой прям... И походу житель какой-то крикнул, я не знаю, может кого-то придавило, может что-то реально случилось в деревне, но... Вроде ничего не произошло и вроде все нормально. Ладно, может у соседа, правда, что-то случилось. Блин, а че с его домом? Капец, у него старый дом. Как он вообще в этом доме живет? Вот посмотрите, он же может разрушиться. Слушайте, а может это внутри этого дома что-то упало? Житель, извини, у тебя все в порядке? Житель! А, стоп, а тут замок висит. А, подождите, так он мне говорил неделю назад, что он планирует съехать из этого дома на неопределенное количество времени для того, чтобы сделать там ремонт. Он че, уже типа уехал, может строители что-то уронили, я не знаю. Блин, нифига в окнах не видно. Там, видимо, строительное оборудование стоит или что-то типа этого. Может открыто? Не, к сожалению, дверь закрыта. Я пытаюсь ее открыть, а тут замок висит. Ладно, это был очень странный звук, если дома соседа нету, то значит это 100% не дома. Подождите, опять это было? Я отчетливо слышал, будто кто-то, что-то кричал, как будто житель, что-то там, подойдите, что-то такое. Я не отчетливо расслышал, где-то отсюда. Подождите, там точно житель или нет? Житель, ты в этом доме или нет? Житель! Ха, вроде никого нету, смотрите, я очень плохо вижу. Да, там никого нету вообще. Странно, а почему-то это крики из этого дома. Может строитель, может житель, может что-то еще. Подождите, что там у нас? Ха, никакого строительного оборудования не вижу. Я вижу только вещи жителя, а самого жителя просто нету. Ладно, видимо, мне кажется. Или, подождите, мне нифига не кажется. Только что я отчетливо слышал, как кто-то внутри этого дома крикнул, что он тут. Эй, откройте дверь, кому-то нужна там помощь или нет? Алло! Подождите, мне подождите здесь. Да, ребята, там 100% кто-то есть. И судя по голосу, это житель. Житель, как мне дверь открыть? У тебя тут замок висит. Житель, житель! Ё-моё, ребята, он мне не отвечает. Чё-то мне это совсем не нравится. А если там что-то с ним случилось? А если его там в заложниках держат? Так, нужно срочно вызывать полицию. Мне совсем не нравится эта ситуация. Уважаемый житель, открывайте, пожалуйста, дверь. Соседи ваши беспокоятся. Житель! Слушайте, походу, там никого нету. Да как там никого нету? Вы получше посмотрите в окошке. Мне кажется, там 100% кто-то есть. Я уверен, житель звал на помощь. Может, он там в обморок упал? Сейчас ещё раз попробую постучать. Житель, открывайте дверь. Ваш сосед беспокоится. С вами всё в порядке. Хм, не отвечает. Да там нет никого 100%. А если он там лежит? А если он без сознания? Так, а можете, можете вскрыть эту дверь как-нибудь? Так как же мы её вскроем? Она вон, на замке. Да я вижу, что она на замке. Не знаю, взломайте этот замок. Извините, но мы не имеем права вторгаться в частную собственность. Здравствуйте, а если ему плохо и ему срочно нужна помощь? Нужно хотя бы окна выбить. По закону Майнкрафта, если бы он не выходил за 4 дня, тогда бы мы уже смогли открыть дверь. Да если может что-то случиться за эти 4 дня, нужно прямо сейчас открыть эту дверь и проникнуть внутрь. Увы, в этой ситуации ничем помочь не сможем. Можем ещё соседей опросить. Может, кто-то что-то видел. Да тьфу ты, ё-моё, толку вообще ноль от вас. Ноль толку, ребята. Чё делать, чё делать? Мне совсем не нравится обстановка в доме соседа. Я вначале слышал грохоты, потом я слышал крики о помощи, и теперь я ничего не слышу. А дверь закрыта, тут замок повешен. Кто-то его повесил, не знаю, может это сам житель повесил или кто-то другой. Может, что-то там вообще внутри заперли, я не знаю, что происходит. Чё-чё-чё, что делать, что делать, что делать? О, подождите, у меня появилась идея. А что если вызвать специальную службу, которая вскрывает дверные замки? А давайте попробуем это сделать. Ну, у вас получается или не получается? Что там? Подождите, пожалуйста, я ещё взламываю замок. Одну секундочку, тут очень сложная система. Старые замки такие уже давно не выпускают. Давайте, давайте, нужно поторопиться, вдруг с жителем что-то случилось. Не знаю, попробуйте влево, пробуйте вправо. Да подождите, не говорите мне под руку, у меня ничего не получается. Всё-всё, извините, извините, просто я немножечко переживаю за жителя. Давайте взламывайте этот замок поскорее. Чёрт, кто повесил этот долблен замок? Вот всегда у моего соседа была дверь открытая. Зачем? Зачем ему повесили? Ну уже, ну уже, ну уже. Чёрт, короче, нет, это бесполезно, это абсолютно бесполезно. Замок очень старый, внутри проржавел, его невозможно сломать. В смысле его невозможно взломать? Попробуйте, не знаю, а давайте его распилим. Извините, но по закону Майнкрафта пилить замки имеют право только полицейские. Вызывайте полицию. Да я уже вызывал полицию, они сказали, что ничто не сделают. Ё-моё, ладно, спасибо огромное, тоже толку вообще ноль. Давайте думать дальше, полиция нам не помогла. Человек, который взламывает замки, нам тоже не помог. Что же нам делать, когда проникнуть в дом жителей и проверить, что с ним? Я бы смог выбить стекло, я бы смог сломать доски, но он заприватил свой дом, потому что он хотел там делать ремонт и не хотел, чтобы кто-то его разломал. Чёрт, что же делать, что же делать? Думай, 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 думай. Подождите, слушайте, только что меня прямо осенило. У меня есть небольшая идея. Дайте-ка я проверю. Секундочку, секундочку, секундочку. Мне нужно посмотреть на этот замок. Я его не буду взламывать, вы не подумайте. Я это просто не умею делать. Подождите, секундочку. Он сквозной. И в принципе, в принципе, если я скажу прямо сейчас к жителю в белом, то я смогу кое-что сделать. Ребята, ребята, ребята. Я такое придумал, сейчас я вам расскажу. Житель в белом, это Компот, я войду. Да, привет, Компот, чё случилось? Чё ты такой взволнованный? Короче, такое произошло. В общем-то, житель там закрылся у себя дома. Ладно, потом я тебе расскажу предысторию. Мне нужно срочно конфеты для уменьшения. А, те самые конфеты для уменьшения, которые я недавно изобрёл? Ну да, есть у меня одна штучка. О, житель, да-да-да, это, как раз таки, та конфета, про которую ты мне говорил. Спасибо огромное. Слушай, а есть ещё одна конфета, которая вернёт меня в обычный рост? Да, конечно, Компот, держи, но зачем тебе это всё? Я не понимаю, для чего? Долго рассказывает, там у нашего соседа проблема в доме, мне нужно туда пробраться. Я тебе потом всё расскажу, обязательно встретимся, спасибо за помощь. Ребята, 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 побежали срочно домой. Есть у меня отличный план, как ему помочь, если, конечно, он нуждается в помощи. Я прямо сейчас, смотрите, уменьшаюсь и пролажу. Ё-моё, капец. А как мне залезть-то туда? Короче, я хотел уменьшиться и залезть вот в эту замочную скважину. Я смогу там пролезть и зайти в дом жителя. Только мне нужно как-то до неё дойти. Давайте, прям тут уменьшиться и... Чё, всё равно не получается, не получается. Мне нужно, хм, немножечко микроблоков. Короче, скрафсил я вот такую вот лопаточку и с помощью неё я смогу накопать себе много-много микропикселей вот таких вот от блока. Поэтому давайте поломаем этот блок земли и соберём довольно-таки много пикселей, потому что мне действительно их понадобится огромное количество. Я думаю, даже где-то больше стака. Ну, хотя ладно, на самом деле тут я уже перебарщиваю. Этого будет вполне достаточно. Теперь мы с вами встаём сюда, просто уменьшаемся и начинаем простраиваться к этой замочной скважине. Вот так вот, по маленькому микропикселю, но другого варианта у меня просто-напросто нету. Я не смогу додянуться. Блин, надеюсь, меня ветром не снесёт и никакой житель на меня не наступит. Так, осторожно поднимаемся пока что к замочку. Тихо-тихо-тихо. Главное не упасть вниз. Это выглядит очень смешно. Я очень маленький и поднимаюсь по реально какой-то микролесенке наверх. Так, отлично. И вот он уже замочек. Теперь давайте просто-напросто поднимаемся вот так вот по столбику. Тихо. Немножечко багуется это всё, поэтому давайте осторожненько вот так вот помаленечку поднимаемся. Вот он этот замок. Капец, он по сравнению со мной просто огромный, просто гигантский. И вот я уже поднялся чуть-чуть выше, чем этот замок. И давайте на него запрыгнем. Только это, блин, очень страшно делаете. Давайте прыгаем-прыгаем. Отлично. Всё, шикарно. Я прямо сейчас стою на этом замке. Спускаемся немножечко вниз. Главное не упасть. Давайте вот так вот на шифте будем двигаться, чтобы не свалиться. И, короче, мне нужно проникнуть прямо сейчас вот в эту замочную скважину, которая находится прямо подо мной. Надеюсь, у меня получится. Спускаемся прямо сейчас в эту замочную скважину. Потихонечку, помаленечку давайте. Опа, готово. Всё, ребята, я внутри, я внутри этого замка. Это было очень тяжело. Я просто думал, что я сорвусь и упаду в самый-самый низ. Но нет, я уменьшился и залез в эту замочную скважину. Ладно, проходим, проходим, проходим внутрь. Чёрт, а как здесь спускаться-то? Ладно, спрыгиваем и резко увеличиваемся. Готовы? Раз, два, три. Спрыгиваем, отлично. Готово, готово, готово. Ай, правда, немножко ногу задел. Но вот ничего страшного, главное то, что я прорез. Я вылез из этой маленькой замочной скважины. Чёрт, как мне дальше пройти? Тут сундуки какие-то. Ладно, давайте ещё раз уменьшимся с вами. И пройдём просто вот тут. Как комфортно быть уменьшенным. Ребята, это очень удобно. Ха, я чё-то не понял. Ребята, а жителя дома нет. Я чё, зря всё это делал или чё? Жителя-то дома нету. Это мне чё, всё привиделось, показалось что ли? Ой, я дурачок, такую суету здесь навёл, конечно, просто жесть. Тут я, яма, стоп. А кто там лежит? Подождите. А кто там лежит? Секундочку. Житель, житель, офигеть! Житель, это ты? Что с тобой? Чёрт, давайте вот тут вот спустимся только аккуратно. Тут штыри торчат. Давайте ломаем эту кровать. Ломайся, чёртова кровать. Чё, она нифига не ломается? Тихо, тихо, тихо. О, всё, отлично сломал. Житель, что с тобой? Как ты? Чёрт, житель, житель, давай, приходи в себя, приходи в себя. Нужно его как-то вытаскивать. Где у него тут кирка? Мне срочно нужна кирка. Давай, житель, пей воды, пей воды. А, ё-моё, что, что, что произошло? Где я? Капот, это ты? Да, это я, это я. Давай, поднимайся, вставай, всё хорошо. О, офигеть. Капот, ты, ты, ты как зашёл в мой дом? Я кричал о помощи, ты услышал это? Да, походу, я единственный, кто это услышал. Что здесь вообще происходит? Ты как тут оказался? Капот, это жесть. Я, я стал убирать кровать, я взял её к себе на руки и подо мной провалился в пол. Я убрал прямо сюда, прямо вниз, и меня щетверкую кроватью придавил, и камнями, я не мог выбраться. Офигеть, я сразу услышал какие-то крики, я хотел прийти, но у тебя там на двери замок висит. Что это вообще такое? Откуда он? Это я, Капот, дверь закрыл. Надо было потом её закрывать, когда уже уйду, а я взял, замерз её мою изнутри, и всё. Капец, ну ты, конечно, даёшь жизнь, сумасшедший, зачем ты тут закрылся? Так, теперь нам нужно с тобой вылазить, с тобой всё в порядке, у тебя ничего не болит? Да вроде нет, вроде всё хорошо, Капот, спасибо, что помог, я не знаю, сколько я бы здесь пролежал. Всё в порядке, ну твой дом 100% надо чинить, давай вылазим. О, Капот, наконец-то свежий воздух, наконец-то солнце, спасибо тебе большое. Не за что, и больше в доме не закрывайся, нафиг ты вообще решил замок-то повесить? Да просто, чтобы никто по заброшенному дому не лазил, он и так еле живёт, как ты видишь. Это вообще опасно в таком доме находиться, я не понимаю, почему именно пол провалился, почему у тебя крыша не упала? Реально дом очень опасный, не живи тут, пока не сделают полный ремонт. Да, естественно, Капот, стоп, а что это такое, что за столбик? Ха, это прикинь, я уменьшился, вот так вот залез и через замок к тебе в дверь. Чего? Да ладно, серьёзно? Офигеть, Капот, вот это подвиг, спасибо тебе огромное за это. Всё, жизнь, всё нормально, только не закрывай теперь больше дверь, и таких инцидентов больше не будет. Ух, ребята, вот это жесть. Сегодня мы с вами уменьшились и пробрались в закрытый дом жителя-соседа, вы только вдумайтесь в это. Фух, благо история хорошо закончилась. Что ж, с вами я прощаюсь, не забывайте ставить лайк и подписываться на мой канал. Всем удачи, всем спасибо, всем пока, ребята.